Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом солёного теста, который мы обычно используем в упражнении лепка из теста. Это упражнение очень нравится детям, тем, кто помладше. Они обычно при помощи формочек делают разные фигуры из теста. Те, кто постарше, начинают уже проявлять фантазию, лепят какие-то свои совершенно формы, кто колбаски, кто шарики, кто кружочки и так далее. В интернете очень много разных рецептов приготовления солёного теста. Мне нравится тот, в котором используется сковорода. На самом деле рецепт очень простой и не занимает большого количества времени. И я уверена, что он будет под силу даже тем, кто не силён в кулинарии. Для начала я расскажу вам, что для этого нужно. Итак, что нам для этого понадобится? Нам понадобится стакан муки, стакан воды, любое растительное масло, лимонная кислота. Это может быть жидкая, либо же пакетики. Абсолютно без разницы. Можете использовать на ваше усмотрение, какой будет легче найти. Краситель. Я использую тот, которым обычно красят яйца на Пасху. Можно использовать гуашь, который предварительно нужно развести в воде. Но использование гуаши мне не очень нравится тем, что дети, которые ещё пробуют что-то на вкус, они, собственно, могут проглотить какую-то часть этого теста, когда будут с ним работать. И в этом случае, конечно же, использование красителей гораздо лучше. И соль. По рецепту рекомендуют половина стакана соли. Но, опять же, эта соль нужна в этом рецепте только для того, чтобы у ребёнка, который ищет попробовать тесто, ему стало солёно, невкусно, и он больше не хотел такого повторять. Поэтому соль также можете использовать на своё усмотрение. Для того, чтобы растворить краситель в воде, его нужно бросить в воду заранее, чтобы он успел там раствориться. Я наливаю предварительно горячую воду, да, потому что краситель в горячей воде, можно даже посмотреть, он растворяется гораздо быстрее, нежели я его бросила бы в холодную воду. Тем временем я насыплю пока муку. Естественно, нам нужна ёмкость, где мы всё это будем смешивать. Я высыпаю наш стакан муки. Дальше мне понадобится 1 столовая ложка лимонной кислоты. Я обычно делаю 1,5 столовых ложки масла. Масло нужно для того, чтобы тесто просто не прилипало. И сюда же высыпаю соль. Немножечко перемешиваю. И дальше мы будем добавлять воду с красителем. Нужно единственное, что немножечко его размешать, для того, чтобы он получше растворился, чтобы тесто по окраске было более равномерным. Я перемешаю нашу воду с красителем. Она у меня получилась такого насыщенного зелёного цвета, прям как зелёнка. И эту воду я выливаю в нашу ёмкость со смесью. Если вдруг краситель остаётся, нужно просто проследить, чтобы он не попал в тесто, потому что будет комочек с красителя. Если такое случилось, лучше это всё вынуть. Дальше я буду всё это перемешивать до получения однородной массы. Пока вы перемешиваете вашу смесь, можно поставить сковородку, разогреваться. Делать это тесто нужно на огне чуть больше среднего. То есть, соответственно, пока вы всё размешиваете, сковорода у вас греется. Вот у нас получилась такая равномерная смесь, которую мы сейчас будем выливать на предварительно разогретую сковородку. Так мы выливаем наше тесто на сковородку. И его нужно будет помешивать. Вы можете видеть, как оно начинает немножко прилипать, поэтому мы его помешиваем, пока оно не начнёт густеть. Как только тесто начнёт полностью отлипать от сковородки, нам нужно будет его вынуть и переложить на какую-нибудь доску, где оно у нас будет остывать. Пока что я его буду просто перемешивать. Ну и вот, как вы видите, тесто у меня сейчас полностью отлипает от сковороды. Это уже такой сгусток, я бы сказала. И сейчас я буду его снимать с сковороды и перекладывать на доску. Когда вы переложите тесто на доску, его нужно будет немножечко размять руками. Только, пожалуйста, помните о том, что оно горячее. И поэтому, может быть, стоит дать ему несколько минут, для того, чтобы оно остыло. После того, как оно у вас немножечко остынет, его можно будет как следует размять, для того, чтобы оно стало более равномерным. Если где-то что-то не прокрасилось, то это позволит немножко выровнять цвет. В принципе, когда оно окончательно остынет, из него уже можно лепить. Это тесто очень хорошо застывает на воздухе, поэтому, если вы собираетесь его хранить, если вы не использовали все тесто сразу, его можно положить в пакет, либо в контейнер и хранить в холодильнике. Тогда оно хранится достаточно долго, ну, где-то в пределах недели точно. Если же его заморозить, то оно пролежит еще дольше. Можно сделать тесто нескольких цветов, смешать их между собой, получить какой-то новый цвет, или же лепить, комбинировать цвета между собой. Я думаю, что детям очень понравится. Сейчас я расскажу, что мы обычно делаем в классе с этим тестом. В классе вместе с тестом на подносе у нас лежат обычно скалка. Это может быть какая-нибудь небольшая скалка для детей, которую здесь им удобно будет держать. И различные формочки. Это обычные формочки, которые используются для приготовления пряников и печенья. Мы кладем обычно несколько штук, так что ребенок может выбрать самостоятельно, какую форму он сейчас хочет делать. Взять часть этого теста. Видите, оно получается такое тягучее. Да, и очень хорошо держит форму. И очень приятно для рук. Я думаю, что это оценят даже родители, потому что его можно сидеть и просто мять в руках. Очень приятно. Дети раскатывают это тесто. Если ребенок совсем маленький, мы это делаем вместе с ним. То есть он нам помогает это делать. Дети постарше справляются с этим самостоятельно. И вот я хочу, например, выбрать такую снежинку. Мы ставим на тесто, показываем ребенку, что нужно как следует надавить. И если случается вот так, мы показываем ребенку, как можно снять лишнее тесто, чтобы у него получилась такая вот формочка. Обычно дети потом несут это на свою полочку, кладут, и за пару дней это застывает. Если же вдруг получилось так, что тесто застряло в самой формочке, когда вы его вытаскивали, мы показываем детям, как можно протолкнуть его пальчиком, чтобы спокойно вытащить, потому что дети, как правило, начинают ковырять, и формочка портится от этого. Я имею в виду не сама формочка, а форма из теста, которая должна получиться. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если у вас есть какой-то сворица обсоленого теста, вы можете с нами поделиться. Я думаю, что другим родителям это тоже будет интересно и может быть кому-то пригодится. Я желаю вам не болеть, хорошего настроения и до скорых встреч! Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...